Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканала АЛАУ программа РТН. Подробности и в ближайшие полчаса с вами в студии буду я, Валерия Зиновьева. На прошедшей неделе стало известно о том, что в Кустанайском кардиоцентре впервые провели уникальную операцию на сердце. В регионе уже не первый год фиксируется высокий уровень смертности от болезней системы кровообращения, поэтому специалистами было принято решение возобновить операции на сердце в Кустанай, чтобы пациентам не приходилось дожидаться квот в столичных клиниках. Об этой операции, а также о том, как сегодня живет и работает местный кардиоцентр, мы и поговорим. В нашей студии Дмитрий Владимирович Лобков, директор Кустанайского областного кардиологического центра. Здравствуйте! Здравствуйте, Валерия Зиновьевна! Здравствуйте, глубоко уважаемые зрители! Поздравляю вас, во-первых, с проведением успешной операции. Наши корреспонденты побывали у вас после проведения этой операции, пообщались с пациентом. Замечательная новость, я думаю, что многие очень ждали таких именно новостей. Вот на примере вот этого пациента и вообще вот по той ситуации, которая сегодня складывается в регионе, как обстоят дела у нас с заболеваемостью именно вот по вашей специфике? Если сказать про болезни системы кровообращения, то, конечно, у нас есть проблемы. И они довольно-таки серьезные. Мы уже на протяжении пяти лет в красной зоне. Это говорится о том, что у нас все показатели выше средних республиканских показателей. И руководство области Акимат об этом знает. Знает управление здравоохранения. И разработаны четкие планы работы на каждом уровне. На амбулаторно-поликлиническом, на стационарном уровне. Даже на республиканском уровне разработаны специальные программы для того, чтобы улучшить ситуацию и в нашем регионе в частности. Допустим, в поликлинике мы улучшаем работу кардиологов. Работаем с ними. Ведутся образовательные программы постоянно. Приезжают лекторы из Астаны, из Алматы. Профессора читают лекции для наших специалистов, чтобы улучшить профилактическую медицину. Что касается кардиохирургии, то это как раз-таки то звено, можно сказать, и очень было слабое. Почему? Потому что первые операции в Кустанай мы сделали в 2008 году. Все начиналось хорошо. Потом почему-то кардиохирургия не смогла работать так, как положено. Потом было несколько реинноваций. В 2015 года это получилось. И опять почему-то в 2023 году кардиохирургия, будем говорить так, остановилась в областной больнице. Поэтому у руководства области было принято решение попробовать это уже не в областной больнице, а в другом учреждении. Получится. Если получится, то дать возможность развиваться. Поэтому в течение полугода была введена техническая подготовка. То есть закуплено реально самое новое оборудование. То есть европейское, американское, которое не хуже, чем в ведущих клиниках страны. И специалисты проходили в это время обучение в Национальном научно-кардиохирургическом центре, в других республиканских центрах. И в конце мая, в начале июня были сделаны первые операции. Приехали также с так называемым мастером классом врачи из города Астаны с бригадой. И на нашем оборудовании с нашими врачами вместе выполняли операцию. То есть будем говорить так, они обкатали первые наши оборудования. Причем сразу скажу, что все врачи из Астаны сказали, что да, это оборудование очень хорошее. То есть экспертного класса, как мы говорим. То есть на нем можно и нужно работать. Теперь получается совместно с управлением здравоохранением разработан план, что раз в квартал будут приезжать специалисты из Астаны, из разных клиник, ведущих клиник. И будут делиться своим опытом практическим. Потому что, допустим, есть клиники, в которых делается до 1000 аорто-коронарного шунтирования в год. То есть мы, будем говорить так, в лучшие времена делали 100-150 операций в год. А в клинике есть, где делается до 1000 и более операций. Поэтому, естественно, их практический и теоретический опыт огромный. И мы хотим, чтобы они свой опыт передали нашим специалистам. Поэтому эта программа будет развиваться не только малоинвазивные операции, про которые мы говорили с вами накануне. Должен быть поток. У пациента должен быть выбор. То есть поехать в Астану, поехать в Алмату или прооперироваться в Кустанае. И поэтому мы должны дать возможность, если люди хотят оперироваться в Кустанае, чтобы у них была такая возможность. И причем это должно быть по квоте. И я как бы за то, чтобы пациенты, наши жители, оперировались в нашей области по квоте. Без других затрат. А почему вот, ну есть же обывательское мнение, но есть Астана, есть Алмата, там большой опыт, вы сами сказали. А зачем в Кустанае? Это вообще стандарт здравоохранения. То есть в каждом регионе, в принципе, должно быть кардиологическое отделение, должно быть инсультное отделение, чтобы непосредственно заниматься острой патологией. И очень часто случается такая патология, когда человека надо прям оперировать сегодня-завтра. А иногда даже через час после того, как он попал в стационар. Поэтому мы в своих планах поставили задачу, чтобы кардиохирургия была круглосуточная. То есть чтобы операционная была всегда готова, чтобы бригада кардиохирургов была всегда собрана. И если случается какая-то ситуация ночью, когда надо человека оперировать, допустим, ранение в сердце, грубо говоря, там ДТП какое-то с повреждением сердца, чтобы человек не погиб, его смогли в течение нескольких там 20-30 минут взять на операционный стол. Поэтому мы к этому идём. Раз. Во-вторых, бывает очень часто осложнение инфаркта миокарда, когда, ну все знаете, инфаркт рубец. Вот бывает ситуация, когда рубец ещё не сформировался, и он разрывается. То есть бывают такие проблемы. И надо зашить. Вот. И благодаря современным технологиям, ну, может быть, вы знаете, что во время операции останавливается сердце. Это аппарат называется аппарат искусственного кровообращения. И он работает за сердце, за лёгких. Есть ещё аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации. Это когда в тяжёлые пациенты поступают, там, с шоком так называемым, да, или с сильным воспалением, сепсисом. То есть этот аппарат позволяет спасти человека. То есть снижает вероятность умереть почти в два раза. Поэтому даже это оборудование у нас сейчас есть в клинике. И мы надеемся, что если будут такие тяжёлые пациенты, то мы им окажем своевременную квалифицированную помощь. Самое печальное, что иногда, конечно, пациенты поступают очень поздно. То есть от момента заболевания. Или ещё хуже, что они поступают уже в запущенной стадии, когда уже даже, будем говорить так, ни кардиологи, ни кардиохирурги не могут со стопроцентной гарантией помочь эффективно. То есть всегда бывают даже осложнения у нас в клинике. Но максимально, подойдя к этому вопросу с точки зрения оборудования современного, и обучения кадров, мы стараемся как бы максимально оказывать качественную, квалифицированную помощь по всем разделам кардиологии, не только кардиохирургия. У нас есть аритмология, у нас есть интервенционная кардиология, у нас есть просто поликлиническая кардиология, где на каждом этапе мы как бы занимаемся с врачами, чтобы они были профессионалами своего дела. Сегодня в регионе довольно большая нехватка кадров. Это не секрет, об этом говорят давно. Кардиохирургия такой очень, мне кажется, один из наиболее сложных аспектов в медицине. Я думаю, очень сложный, да. Наверное, какой-то там, не знаю, апогей. Как у вас с кадрами? Получается, смотрите, мы поставили задачу, что в течение трёх лет, то есть сформировать бригаду из четырёх кардиохирургов, четыре кардиоанестезиолога, четыре перфузиолога и дополнительный там, допустим, средний медицинский персонал. Естественно, допустим, в этом году с медперсоналом средним гораздо проще. Допустим, медучилище отучило, отправили их кто-то по направлению, кто-то по распредельному, кто-то в свободное плавание. Мы набрали практически около 15 молодых специалистов и будем их обучать на своей базе. Кто, будем говорить так, обучаемый, кто рвётся работать в медицине, у нас есть программа дальше обучать их в национальных центрах. То есть это уже будет другой уровень, более высокий. По врачам ситуация немножко сложнее, потому что многие врачи, во-первых, они амбициозные, у них очень много запросов. Не каждый захочет ехать не только в город Кустана, Астаны, а тем более в район многие вообще не хотят ехать. Поэтому у нас стоит задача, которую мы будем решать. Сейчас у нас два кардиохирурга, в принципе, они работали в Кустанае. Просто из-за того, что в областной больнице эта служба не шла, они перешли, будем говорить так, в наш кардиологический центр. Единственное, что они всегда ходят консультировать в областную больницу по первому требованию. То есть я думаю, что, и это, будем говорить так, требования управления здравоохранения, главного врача областной больницы, чтобы служба кардиохирургическая в области не страдала. И если человеку надо будет поехать и сделать консультацию, допустим, в Рудном или где-то еще, я думаю, даже мы придем к этому, что мы будем ездить. Потому что вот этот аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации, он позволяет человека в крайне тяжелом состоянии вывести с района и довести до города. Ну, по сути, можно сказать, как искусственное сердце, искусственно легкое. Вот, поэтому наши специалисты поехали учиться этому и будут эту технологию внедрять. По обучению, сейчас есть два кардиохирурга, есть анестезиологи, но в любом случае мы стараемся приглашать с республики резидентов. То есть это те люди, которые отучились уже три года после института по специальности, допустим, по анестезиологии. То есть мы их привлекаем, естественно, как бы в Кустанай. Какую-то поддержку оказывает Акимат, то есть есть такой подъемный, с квартирами помогают. Поэтому само управление здравоохранения очень активно ведет работу, и мы как бы стараемся с ними вместе сотрудничать, чтобы двигаться в одном направлении. То есть мы не должны никогда друг другу мешать, а только помогать. Сколько вообще примерно нужно времени, чтобы выучить кардиохирурга? Чтобы он ассистировал, я думаю, достаточно трех лет, я так думаю, резидентуры. Но чтобы он самостоятельно оперировал, я думаю, от пяти до восьми лет надо, чтобы он был первым кардиохирургом, то есть основным. И все зависит от способностей человека, потому что есть кому-то это дается, дается легко, кому-то это очень трудно дается. Поэтому будем учить, будем привозить профессоров с Астаны, с России, с дальнего зарубежья, чтобы лучшие технологии были у нас в Кустанай. Если Вы уже упомянули о том, что мы находимся в так называемой красной зоне, достаточно высокий уровень заболеваемости, смертности, с чем это связано? Есть несколько аспектов, на которые можно разделить. То есть первое, конечно, это вина самих наших граждан. То есть сегодня было несколько пациентов, которого я оперировал в 2011 году, в 2015 году. Теперь его оперируют нейрохирурги, потому что проблемы были сначала только на сердце, теперь на сосудах головного мозга. Я смотрю его записи, говорю, Вы, наверное, курите до сих пор? Он говорит, да, да. То есть как бы это в порядке вещей. Хотя если бы он в 2011 году бросил курить, то я не думаю, чтобы ему было плохо в 2015 году, и тем более не выросли бы у него атеросклеротические бляшки в сосудах головного мозга. То есть первая и основная проблема – это в наших жителях. То есть люди не хотят менять свой образ жизни, не хотят бросить курить, диету. То есть 80% здоровья населения зависит от них самих. Мы – это 10% максимум, и плюс еще экология. Но благо у нас кустовная экология чистая. То есть вреда такого большого нету на здоровье. Это если исключить только Рудный, там, и Джетегара, Лисаковск. По сути, если человек живет в районе, живет в городе, то есть на него никакие воздействия практически не оказываются вредны. Поэтому люди, во-первых, не ведут здоровый образ жизни, не питаются правильно, не выполняют динамическую нагрузку регулярную, которая защищает сердце и сосуды мозга. Второе. То есть даже когда им расписывают лечение, не всегда они правильно все принимают или длительно все принимают. Есть проблемы врачебного характера. Но и управление здравоохранением, и все кардиологи, и врачи-терапевты, воповцы, мы как бы развиваемся. То есть мы стараемся новые технологии, новые медикаменты назначать пациентам, которые улучшают качество жизни, и которые увеличивают продолжительность жизни. Но иногда даже пациенты с назначенными таблетками попили месяц, решили, да, мне стало лучше, и не приходят в клинику. Хотя есть такое понятие диспансеризации. Это говорит о том, что человек минимум два раза в год должен приходить. При некоторых патологиях, как там с инфаркт, после инфаркта миокарда, можно чаще приходить, контролировать свое состояние, смотреть за холестерином, за сахаром. Поэтому здесь вот есть такие аспекты, на которые даже мы не всегда можем воздействовать врачи. Есть и у нас проблемы. То есть у нас есть проблемы, что большая очередность на прием. То есть согласен, что может быть даже врачей, будем говорить так, узких специалистов не хватает. То есть кардиологов не хватает, невропатологов не хватает, я думаю. И из-за этого формируется очередь на прием кардиологу. Некоторые говорят, что, допустим, вот там в Европе, в Германии консультацию кардиолога можно 6 месяцев ждать. Но некоторые могут ждать, а некоторые не могут ждать. Поэтому я за то, чтобы минимальная была задержка в консультации специалиста. Вот сегодня было, допустим, у меня на приеме двое пациентов, и у меня была дилемма отправить его в район и ждать, когда он там все даст анализы, все обследование пройдет. Или, будем говорить так, положить его сегодня, допустим. Потому что я знаю, если мы сегодня его положим, завтра мы проведем практически полное обследование сердца, коронарографию сделаем. И если там есть какие-то проблемы, мы будем их решать. Поэтому проблемы с поликлиническим звеном есть, они решаются, они будут со временем решены. Если переходить к стационару, то тут тоже есть такое понятие, как очередность. То есть бывает, что, да, чтобы госпитализироваться в нашу клинику, у нас уже плановая госпитализация записана на сентябрь месяц. Ну и если не острые состояния. Если не острые состояния, да. И плюс очень хорошо, что в нашей области Руднинская городская больница, Кустанайская городская больница, областная больница, и мы дежурим в экстренные порядки. И поэтому, когда привозят инсульт или инфаркт, пациент в зависимости от графика дежурства поступает в определенную клинику. Есть проблемы на уровне стационара в плане оборудования. И проблема с государственными клиниками, что они медленнее обновляют свой парк. Почему? Потому что там есть определенные юридические, бюрократические загвоздки. То есть все планово, все надо планировать. Все это очень долго. У нас, чтобы купить все оборудование на кардиохирургии и получить его в Кустанай, тоже ушло практически 6 месяцев. А в государственных клиниках это может быть еще дольше. Потому что надо запланировать бюджет за 3 года. Эти деньги должны утвердить несколько организаций, включая Акимат Кустанайской области. Потом часть денег выбивается с Минздрава. Это еще дольше. Поэтому есть проблема, допустим, не везде современное оборудование стоит. Но оно обновляется медленно, но обновляется. Не всегда вовремя поставки идут. То есть та же СК-фармация, бывает, что у них каких-то препаратов нет. То есть они говорят, мы не можем привезти все. Там вот так вот. Это такие мелкие проблемы, но я думаю, они решаемые. И специалистов, конечно, в стационарах тоже не хватает. Но ургентную экстренную помощь, допустим, кардиологическую помощь, ну, я думаю, даже нейрохирургическую помощь стараются оказывать вовремя. Если говорить о самых распространенных состояниях, заболеваниях, которые есть у жителей Кустанайской области, ну вот по вашему профилю, это что? Это гипертония? Гипертония, она самая распространенная патология сердечно-сосудистой системы. И самое печальное, что она является одновременно заболеванием и одновременно фактором риска. То есть если у пациента есть гипертония, то у пациентов в два раза выше риск заработать инфаркт или инсульт. То есть высокое давление приводит, будем говорить так, к надрыву, разрыву сосудов. Если сосуд этот коронарный надорвался, да, то будет, скорее всего, инфаркт миокарда. Если это произошло в головном мозге, то будет инсульт или ишемический, или геморрагический. Поэтому таких пациентов очень много. То есть я вот сейчас статистику посмотрел. В год в Кустанай происходит около полутора тысячи инсультов. И это всё, можно сказать, в большем случае это осложнение гипертонической болезни, артериальной гипертонии. И инфарктов происходит от 600 до 700. Это которые регистрируются. А ещё порядка 200-300 инфарктов, они проходят незамеченными. То есть человек приходит когда-то на диспансеризацию или на скрининг в поликлинику, ему делают кардиограмму, у него там рубец. Спрашивают, а у вас были боли в груди в течение недели? Он говорит, нет, но вот месяц назад мне так заболело, заболело. А спрашивают, почему не пошёл в ЦРБ, в поликлинику? Ну вот таблетки принял или там, допустим, полежал, отпустил и всё, понимаете? То есть людям дают возможность, то есть ФОМС, государство гарантирует, что это всё будет без оплаты, что это всё ему сделают нашим гражданам. Сами мы платим ОСМС, да, то есть как бы все мы застрахованы работающие, самозанятые застрахованы. Но даже вызвать скорую или сходить в поликлинику в стационарах некоторые не хотят. Тем самым они усложняют ситуацию, они сами вызывают как бы запущенность своего заболевания. То есть если инфаркт или инсульт поступает в течение золотого часа, человеку можно сделать операцию. И тогда прогноз будет благоприятным. Если человек перенёс инфаркт на ногах, то у него со временем развивается сердечная недостаточность. Это ухудшается прогноз однозначно. То же самое, допустим, инсульт. Если человек поступает в стационар в первый час-тире три, можно убрать этот тромб из головного мозга. Есть оборудование, оно есть и в областной больнице, и в городской больнице, в Кустанайском, в Кустанайской городской больнице есть инсультное отделение. Всё это можно убрать, и человек не останется инвалидом. То есть всё самое главное, чтобы человек поступал в течение первого часа от появления симптомов. Вот заболело сердце, да, в груди зажгло, вызывайте скорую помощь. Скорая помощь иногда в течение 10-15 минут приезжает. И то же самое, если человек потерял сознание, или у него произошло, будем говорить так, как отнялась рука, нога, онемение, то есть где-то речь нарушилась. То есть если сам пациент не может, то родственники должны максимально быстро вызвать скорую помощь. Лучше пусть скорая приедет, дома посмотрит. Если это не инсульт, а что-то другое, допустим, не требующая госпитализации, естественно, никто не повезёт в стационар. А вот если это грозное осложнение какое-то, инсульт, инфаркт, пусть приезут в стационар и его госпитализируют. Если мы сейчас не говорим о каких-то острых состояниях, инфаркт, инсульте и так далее, на что человек должен обратить внимание и обратиться к врачу, в поликлинику пойти, если его что-то беспокоит? Что, на какие вот такие вот моменты? Что касается кардиологии, это, скорее всего, на переносимость физической нагрузки. То есть мужчина, работающий, может сказать, я раньше 20 минут до работы шёл без проблем, курил по дороге, но шёл. А теперь он смотрит, что он проходит полупути, и появляются боли в груди или появляется одышка. И он говорит, мне надо остановиться, постоять, 2-3 минуты 5 отдышаться или боль уйдёт, и я опять начинаю идти. То есть это как бы является незамедлительным поводом для обращения к терапевту и кардиологу. Что касается инсульта, то, допустим, человек может жаловаться на какое-то головокружение, на головные боли, не связанные, допустим, ни с чем. То есть давление нормальное, вроде бы всё это чувствуется нормально. Появилась головная боль или головокружение, или как бы предобморочное состояние. То есть это повод тоже обратиться к врачу. К сожалению, многие пациенты ждут. То есть они не обращаются вовремя. И вот это как бы призыв к нашим гражданам. То есть если есть какая-то симптоматика, обращайтесь к участковым врачам. Если это, как бы вы не можете к нему попасть, потому что там какая-то очередь, есть доврачебный кабинет в поликлинике. Если даже это происходит ночью, можете вызвать скорую помощь, или если это вечером, вы можете обратиться в приёмный покой, в больнице, которая рядом находится. И по-любому вас хотя бы посмотрят там. И скажут, экстренная ситуация, не экстренная. Дают рекомендации. Очень часто, когда мы дежурим, дежурит областная больница по инфарктам, люди приходят, у них эти боли могут уже быть неделю, две. Мы видим, что у них нет острого инфаркта миокарда. Берём анализ на острый инфаркт миокарда. То есть показывает, что состояние более-менее стабильное. И мы человеку даём чёткие рекомендации. Пройдите УЗИ сердца, пройдите холтер, и приходите с этим к кардиологу, чтобы была квалифицированная консультация. Вот после этого люди ещё как-то начинают двигаться. Но всё равно этот процесс пациенты всё равно тормозят, будем так говорить. А правда ли, что по статистике люди, у которых есть болезнь сердца, болезнь системы кровообращения, это самая высокая смертность от болезней этих? Тут трудно сказать. У них высокий риск, однозначно. То есть чем больше сопутствующие патологии, то есть есть такое понятие, у пациента ишемическая болезнь сердца, у пациента есть сахарный диабет, ещё есть хроническая, допустим, болезнь почек, то понятно, что у него очень высокий риск какого-то неблагоприятного исхода. Или инсульта, или инфаркта. Но есть точно так же онкологические болезни, у которых тоже есть статистика. То есть у них есть понятие пятилетняя выживаемость. И там в зависимости от формы онкологии, то есть это заболевания лёгких, или заболевания желудка, заболевания пищевода, кишечка, там пятилетняя выживаемость тоже имеет свою статистику. Единственное, что хочу сказать, что есть такая болезнь, как хроническая сердечная недостаточность, это когда у пациента сердце работает в среднем на 30-20% от нормы, то вот у них очень высокая летальность, и она достигает практически 50% в год. Не 5 лет, а в течение года 50%. Но даже для таких пациентов есть в Казахстане программа, утверждённая Министерством здравоохранения, по снижению их несмертности, и по улучшению качества жизни, и по продлению, будем говорить так, их жизни. То есть есть, будем таки, медикаментозное лечение специальное, и есть ещё хирургическое лечение. Правда ли, что мужчины обращаются гораздо реже, чем женщины? Их привозят чаще. Привозят женщины. Да, они поступают чаще в экстренном порядке, но в планном порядке они поступают, обращаются реже, чаще, конечно, их привозят или дочери, или жёны. То есть, мужчины сами реже обращаются за медицинской помощью в плавном порядке. Ну, я так понимаю, в связи с тем, что вы перечислили курение и так далее, у мужчин факторов риска больше? И у них болезни сердца и сосудов головного мозга чаще. Вот если мы сделаем, допустим, разбивку жителей области по регионам, городские, сельские, вот я слышала такую статистику, она касалась именно заболеваний, которые связаны с женским здоровьем, что женщины в сельской местности крайне неохотно и очень плохо идут к врачам. А вот что касается вашего профиля, здесь та же тенденция сохраняется? Ну, вообще, по статистике, люди, которые живут в районе, они здоровее и живут дольше, чем те, которые живут в городе. И это связано с, будем говорить так, с урбанизацией, с каким-то более активным образом жизни. В районе всё-таки более размеренная жизнь, она стабильная, стандартная. И если человек работает в огороде или работает где-то ещё, то есть он регулярно выполняет физическую нагрузку, то есть сердце тренируется. У нас же большинство сейчас городских жителей, будем говорить так, образ жизни связан. На автобусе приехали на работу или на машине на своей, сели в кресло, грубо говоря, и 6 часов, 8 часов сидят в кресле. После чего, если ещё в обед они могут покушать так называемый фастфуд, и вечером уехать покушать и благополучно сесть перед телевизором или лечь спать. Это неправильный образ жизни, сразу говорю. И поэтому в городе, может быть, основная масса работающих так себя ведут. Очень много знаю пенсионеров, которые вечерами гуляют, и они хорошо себя чувствуют. Мы только их корректируем по лекарствам, по образу жизни. Но я согласен, что, возможно, в районе люди реже обращаются за помощью, реже ходят на скрининги, но просто потому, что им приходится пахать, извините за выражение, работать. Это было и при Советском Союзе, когда люди с 5-6 часов работали, механизаторы мужчины, да, и когда идёт уборка или пассивная, они работают там до темна с фонарями, работают. Поэтому они работают до определённой точки, пока не станет совсем плохо. Женщины точно так же. То есть они как бы занимались, будем говорить так, чаще доярки, связаны как бы с этим. То же самое. У них весь рабочий день расписан, то есть они заняты. И очень редко они имеют время прийти за медицинской помощью. То есть на скрининге их прям вылавливать приходится иногда. У нас очень мало времени осталось, буквально полторы минутки. Очень коротко, если человек что-то себя плохо чувствует, подозрения какие-то, опасения, куда идти, куда обращаться, напрямую к вам или в поликлинику, что делать? Я думаю, если это экстренно, остро случилось, это вызывать скорую помощь. Если у него стало ухудшение, как мы рассказывали про мужчину, который там ходил на работу и стал хуже, то он может в планном порядке приходить или по месту жительства. Если его не устраивает там очередь или очень долгое всё, он может прийти в любое лечебное учреждение, в частное, в государственное, где платно может получить консультацию кардиолога. У нас сейчас даже есть консультации по субподряду. То есть человек может в своей поликлинике или даже в районе взять направление и к нам прийти, платить не надо за это. То есть мы уже приходим к тому, что часть обследования, даже холл ТРКГ, делается пациентам без оплаты по направлению с ЦРБ, с поликлиники. Поэтому человек должен при любом ухудшении состояния обратиться за медицинской помощью. Там, где рядом или где это возможно. Тогда ему окажут квалифицированную помощь. Спасибо большое, что пришли, чтобы мы поговорили с вами о такой важной теме, как здоровье наших сердец. Я напомню телезрителям, что с нами в студии был Дмитрий Лобков, директор Кустанайского областного кардиоцентра. Спасибо ещё раз. А вас, дорогие телезрители, я жду экранов ровно через неделю. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»